Привет, друзья! Вы на Фабрицы новой. Меня зовут Евгения Кутнова. И вместе с вами сегодня израильский войсковый журналист Сергей Ауслендер. Сергей, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Да, здравствуйте, Женя. Сергей, мы пишем с вами это интервью на 69-й день Палестино-Израильской войны. С вашей точки зрения, вот в какой стадии, в какой точке именно этот конфликт, эта война сейчас находится? Мы ведем войну не с палестинцами, мы ведем войну с Хамасом. Хотел бы вас сразу поправить. Наша задача уничтожить режим Хамаса в секторе Газа. Вот это одна из задач, которая поставлена нашим руководством политическим передвоенным. Война сейчас, операция развивается и в принципе вполне себе успешна. У нас сейчас практически под полным контролем находится север Анклава, север сектора Газа, город Газа и прилегающих к нему окрестностей. И развивается операция на юге тоже. Город Хан Юнес такой, но это основной его оплот Хамаса в южной части сектора. Он окружен, там идут сейчас уличные бои, армия продвигается к центру. В принципе, говорить о полном контроле над Хан Юнесом можно будет буквально через, я полагаю, пару дней. И в центре Анклава там интенсивность боевых действий меньше, там меньше отрядов Хамаса находится и меньше всяких укреплений. Там в основном такие пустынные пространства, дюны песчаные, пустыри и так далее, где Хамасу не очень хорошо воевает с регулярной армией, с ее превосходством в огневой мощи. Они могут сопротивляться только в городской застройке. Ну вот, собственно, вот примерно так это все развивается. Если все будет нормально, как бы не случится никаких неожиданностей и так далее, то я полагаю, где-то, наверное, в районе месяца полутора военный, ну не военный, а как бы этап, вот общевойсковой этап операции закончится. Дальше начнутся там зачистки, фильтрации и так далее, но это отдельная история. Сергей, основная проблема, с которой столкнулись израильские военные, это как раз вот эти вот туннели, которые настроили хамасовцы, да? И вот многие издания писали, и также ваши коллеги комментировали о том, что нашли, да, способ, и все это происходит, ну, затапливая туннелями, таким образом как бы пытаются, таким образом бороться с террористами. Вот об этом немножко подробнее можете рассказать, что сейчас происходит? Ну, есть сообщение о том, что армия начала затапливать туннели Хамаса морской водой, там смонтировали систему из мощных насосов, перекачивать, которые могут там большие объемы воды. Считается, что для полного затопления всей системы туннелей требуется порядка миллиона тонн морской воды перекачать из моря, соответственно, в туннель. Ну, благо море рядом, перепад высот там небольшой, побережье, да, поверхность воды. Теоретически можно. Там этот вопрос обсуждался очень сильно, и вряд ли удастся затопить все туннели прям целиком, вот от, грубо говоря, пляжа Зетим на севере Газы, на границе со Шкелоном, и до Графьяхо на юге. Это, ну, маловероятно, это потребует колоссальных усилий. Видимо, затапливают те туннели, о которых известно, которые близко находятся к побережью, для того, чтобы там обезопасить зону, потому что туннели по-прежнему остаются такой вот угрозой довольно серьезной, да, военные подвергаются атакам террористов, которые выходят из туннелей, поэтому, видимо, был избран этот способ, но подчеркну, что армия не комментирует вот это сообщение, она его, как бы, ну, не подтверждает, но и не опровергает, кстати. То есть эта операция, возможно, проводится, но в обстановке такой относительной секретности. Сейчас все внимание Украины, я думаю, и Израиля, приковано к тем событиям, которые происходят в Соединенных Штатах Америки, ожидается, и Украина ожидает выделения дальнейшей поддержки, и все это, как бы, сопряжено вместе, да, Украина вместе с Израилем, и, как бы, а такие, как говорят наши дипломаты, и наше руководство, что все это связано с внутренними их проблемами. Вот чего ожидает Израиль тоже? Ну, мы, как чего ожидаем? Мы ожидаем продолжения военной помощи от Соединенных Штатов, но надо отметить, что помощь, вот, регулярная, ежегодная, в 4 миллиарда долларов примерно, она записана в законе, это закон Соединенных Штатов, да, принят. То есть это невозможно обойти или отменить. Но нам, американцы, обещали расширенную военную помощь, там 11.4 миллиарда долларов, она, как бы, большей частью военная, но и финансовая, на поддержку, вот, как бы, институтов там всяких, да, для того, чтобы мы могли спокойно вести войну, учитывая, что ее стоимость там очень высокая, порядка, там, четверти миллиарда долларов в день для нас она стоит. И вся вот эта разборка между республиканцами, демократами, там, и так далее, она, конечно, вот, ну, вызывает в Израиле определенную тревогу. И плюс потихонечку растет давление со стороны американской администрации. Ну, традиционные демократы, они такие, условно, пропалестинские, да, и вот там растет давление с тем, чтобы вот эту операцию сворачивать. Но уже было, вроде, четко дано понять, что Израиль не остановится, пока Хамас, режим Хамаса в Газе не будет полностью уничтожен. Это, кстати, да, да. Я вот, да, и сразу уточню, если позволите, вы сказали в начале нашей беседы о том, что, по вашим ощущениям, да, месяц-полтора, и все это может завершиться, потом начнется этап фильтрации, чисток, вот, а что Израиль будет все-таки, вот я вот уточняю, считать окончанием войны и победой тогда своей? Вот это хороший вопрос, кстати, что мы будем считать, каковы контуры нашей победы, да, то есть флаг над Рейхстагом мы там не водрузим, там нет ни Рейхстага, ни не над чем там особо флаг водружать. То есть, по всей видимости, окончанием, ну, не окончанием, скажем, победой военной можно считать следующие, как бы, признаки. Это прекращение ракетных обстрелов из Газы полное, территории Израиля, они продолжаются по сей день. Это установление полного контроля над территорией Анклава, военного контроля израильского, на какое-то время, естественно, на постоянном основе никто не хочет этот контроль устанавливать. И поиск какого-то, ну, то есть не поиск, а как бы вот какой-то способ управления газой без Хамаса. Какой из них будет выбран, я не знаю, там есть масса вариантов, но ни один из них пока не обсуждается в качестве рабочего, поэтому вот пока контуры победы не очень понятны, как это все будет выглядеть. Ну и, конечно, там плененный Сенвар или тело ликвидированного Сенвара. Вот это было бы таким прекрасным дополнением к этой победе. То есть ликвидация военной составляющей и административной составляющей Хамаса на территории Газы полностью, вот установление полного военного контроля, то есть занятие всей территории Газы с целью ликвидации вообще всякого остатка его военного потенциала и арсенала, особенно ракетного, и дальше уже будут смотреть, что с этим делать дальше. Потому что главный вопрос, на который требует ответа американская администрация, это что вы намерены делать с Газой после войны, что вы собираетесь с ней делать. Остаться там в качестве оккупирующей силы, это один вариант. Аннексировать эту территорию, это другой вариант. И тот, и другой не обсуждаются в Израиле, скажу сразу, чтобы не было кривотолков всяких палестинской администрации передать власть. Это третий вариант, там международный контроль четвертый, пятый, десятый, их там много, короче, вариантов, но ни один из них пока вот не принят в качестве окончательного. А правительство Израиля, вот, Нетаньягу, к чему больше склоняется? Да, в том же вся и проблема, что непонятно к чему. Вот он произнес эти слова, обновленная палестинская администрация. То есть передать Газу под контроль палестинской администрации в Ромале, но обновленный. Вот, а что он имел в виду под обновленной, совершенно непонятно. Потому что там говорить пока не скинь. Надо сказать, что долгие годы Нетаньягу исповедовал такую политику. Мы как бы подкармливаем Хамас в Газе в противовес палестинской автономии. То есть есть две Палестины, да? Одна в Газе, другая на западном берегу. Паудеи и Самари, как мы это называем. И поскольку их две, соответственно, ни о каком решении два государства для двух народов и создании палестинского государства речи быть не могло. И это, в принципе, устраивало всех в Иерусалиме. Потому что нельзя создать два палестинских государства. Одно в Газе, где Хамас, другое в палестинской автономии, где Махмуд Аббас, его администрация. Сейчас вот мы Хамас ликвидируем, соответственно, эта проблема исчезает. Но нужно что-то куда-то передавать. Но Махмуд Аббас человек пожилой. Уже там близко к 90. Так, крепко за 80, да? Вот. Он не сегодня-завтра нас покинет. Дай ему Бог здоровья, конечно. Вот. Преемника у него нет. Что там будет, непонятно. Опросы показывают среди палестинцев растущую популярность Хамаса. И как бы их восхищение действиями 7 октября. Это резнево и жутко. И все это вот делает проблему все более и более сложной. Непонятно пока, как это решать. Сергей, было сообщение о том, что премьер Израиля срочно прервал заседание правительства. И потому что позвонил Путин. Ну, непонятно, обо чьей инициативе был этот звонок. И сообщали СМИ о том, что разговор около 50 минут продолжался. Вот, по вашему мнению, какие отношения на сегодняшний день могут быть между Путиным и Нетаньягу? И как вот вы восприняли эту новость? Как в Израиле вообще восприняли эту новость? Да никак не восприняли. Комментировали там всякое разное. Гадали, о чем они говорили. Потому что понятно, что там было два совершенно диаметрально противоположных по тональности пресс-релиза. Один от администрации Нетаньягу, другой от Кремля. От администрации Нетаньягу, что премьер выразил недовольство растущим сотрудничеством между Россией и Ираном. Там поддержка террористов Хамаса. Там пятое-десятое. Ну и типа попросил поспособствовать посещению Красным Крестом израильских заложников. Со стороны Кремля был пресс-релиз, что там конструктивно. Хорошо поговорили, нормально посидели. Но 50 минут на это не нужно, чтобы выразить недовольство и поблагодарить. И с той стороны сказать окей. Ну вот как бы 50 минут это час практически. Понятно, что говорили о чем-то другом. Но вот сейчас все тут гадают, о чем же они собственно говорили. Ну как предположение о как бы возможности большой региональной войны, об участии в ней Ирана, о том, что Иран в общем инспирирует эту войну. И что вот Россия могла бы повлиять на Иран каким-то образом, чтобы он там вот вел себя как бы поскромнее в этом отношении. Это абсолютно бессмысленно, на мой взгляд, потому что Россия сейчас младший партнер Ирана. Не старший, и Россия не пользуется на Ближнем Востоке тем влиянием, кем пользовался, скажем, Советский Союз. Так вообще вот уже давно такого нет. Россия критически зависит от Ирана в плане поставок оружия, там, боеприпасов, различных средств для ведения войны в Украине. И Иран в этом смысле чувствует себя гораздо лучше и гораздо свободнее. Поэтому я не знаю, насколько себе вообще в Иерусалиме представляют истинное положение дел. Может быть, там до сих пор силен вот тот стереотип еще со времен, опять же, Советского Союза, что Россия это какой-то серьезный влиятельный игрок на Ближнем Востоке. Да, у России здесь есть влияние, спору нет. Режим в Сирии, например, держится в том числе и на российских штыках. Но режим в Сирии слаб и, в общем, там никакой угрозы для Израиля уже не представляет. А вот наличие иранских сил в Сирии представляет. И, возможно, говорили о том, чтобы вот Россия как-то не допустила приближения иранских сил или проиранских сил к израильской границе. Там же были сообщения о том, что россияне заняли вот эти укрепления вдоль линии границы и сейчас вот находятся близко к нашей границе российские войска. Не иранские, не сирийские. Трудно сказать, в общем, определенно, но вот 50 минут они там о чем-то говорили. Сергей, а можно ли сделать вывод о том, что для Нитаньягу важно сохранить взаимоотношения с Российской Федерацией, в частности, с Путиным? А я понятия не имею, что для него важно, если честно, но в израильском политическом эшелоне уже давно созрело такое мнение, что, ну, как бы дошло, что называется, что Россия-то нам не друг и не партнер, и уж не союзник тем более. Россия нам враг. Россия, ну, вот как бы визит делегации Хамаса в Москву через пару дней после резни 7 октября, официальный визит, заметьте, не так, что они там тихонечко приехали инкогнито, и кто-то случайно их там где-то увидел, да, в гостинице или в аэропорту. Нет, они были приняты на уровне замминистра иностранных дел. Это ж как бы как, там еще кровь не высохла в кибуцах на юге, а их принимают как дорогих гостей. Это вообще что такое? И вот этот момент был таким наиболее, вот, как сказать, вызывающим со стороны Москвы. Ну, как так-то вообще? Вот, ну, потом пошли дальше уже все эти выпады в ООН, там Небензия этот полоумный сказал про то, что Израиль не имеет права на самооборону и так далее. И в целом вот зреет такое мнение, что надо нам как-то с Россией отношения сильно пересмотреть. Очень сильно пересмотреть. Поэтому посмотрим. Ну, у Нитанягу там свои какие-то мысли, он вообще человек в этом смысле специфический очень. Он такой по психотипу близок к ним, ко всем, на мой взгляд. Сергей, а можно ли тогда говорить вот о той версии, знаете, вот когда обсуждался возможный визит Владимира Зеленского в Израиль, да, и звучала версия о том, что был отказ со стороны правительства Израиля, и кто-то говорил, да, не на часе, не сейчас, не к месту. Не временно. И да, вот как бы можно ли тогда сделать вывод о том, что как бы как раз именно по этой причине и было отказано, потому что Нитанягу важно сохранить отношение с РФ? Возможно, но надо же понимать тот же контекст. Как по мне, это было бы очень как бы правильно, на мой взгляд, морально так вот правильно, да. Понятно, что Украина нам ничем помочь не может сейчас в данной ситуации, кроме доброго слова, но в данном случае доброе слово, кстати, это очень важно, потому что поддержка не так много стран в мире, которые так вот однозначно поддержали Израиль. Вот Украина в их числе. Одна из первых, кстати. Там и заявление Зеленского, поддержка со стороны общества, там и все такое. Я это ощутил даже вот на своем личном уровне, да, через там своих подписчиков, друзей, которые мне написали и так далее. Но нужно понимать, что если бы Зеленский или когда Зеленский приедет в Израиль, вот если бы он приехал сейчас, это означало бы полный абсолютный крах отношений с Российской Федерацией. Все, на этом бы они закончились раз и навсегда. Ну не раз и навсегда, ну в смысле раз, а насколько я уж не знаю, там пока Путин не помрет, наверное. И поэтому, по всей видимости, вот этот момент как-то был принят во внимание. Я как бы предполагаю, я не знаю, как оно там на самом деле было. Во всяком случае, ваши дипломаты, ваше посольство опровергает информацию о том, что ему прям было отказано. Но, насколько я знаю, он же публично озвучил предложение приехать с визитом солидарности. Но его не приняли. Или не приняли, или там попросили отложить, или я не знаю, как там было на самом деле. Это все не сообщалось. Но факт остается фактом, что Зеленский не приехал, а с Путиным по телефону говорили. О чем-то это и говорит, в том числе. Сергей, скажите, пожалуйста, а отношение израильтян вот сейчас к Нетаньягу, вот оно какое? Просто когда все начиналось, вот я помню, да, о том, что и многие израильские эксперты, с которыми я тоже общалась, все говорили, что вот когда все закончится, тогда придет время расставлять точки, да, надо, и будем искать виноватых, и будут вопросы к Нетаньягу. Вот сейчас, на протяжении, да, вот этих вот месяцев уже изменилось ли к нему как-то отношение или нет? Ну, судя по опросам, да, судя по опросам, его популярность стремительно падает. У нас регулярно проводятся опросы по типу, если бы выборы были завтра, за кого бы вы голосовали. Его партия Ликуд там набирает очень мало мандатов в Кнессете, и его популярность, конечно, упала, потому что очень многие увязывают случившееся 7 октября, ну, как бы с ним, не то, чтобы он прям напрямую, да, в этом виноват, но он был одним из авторов этой концепции разделения палестинцев на Газу и Западный берег, поддержки Хамаса, там, давайте ему деньги дадим, ну, короче, концепции приручить крокодила. Вот не получилось приручить, откусил ногу в итоге, да, и поэтому, а люди же тут не глупые живут, и прекрасно все понимают, сколько бы там ни Таньягу, ни Юлил и Вилял на пресс-конференции, когда его спрашивали напрямую, вы ощущаете ответственность, я отвечу на все вопросы. Да нет, вы ответственность ощущаете какую-то за 7 октября? После войны зададут вопросы, я на них отвечу. Да нет, блин, вы ответственность ощущаете, я на все вопросы отвечу. Как попугай-то повторяет, вот, ну, понятно, опять же, важно отметить, я не отношусь там к поклонникам и сторонникам действующего премьер-министра, я никогда к ним не относился, но он не один в этом виноват. Это нужно, очень важно понимать, что он несет персональную за это ответственность. Это ответственность коллективная, всего руководства Израиля, и военного, и политического, и экспертного, и разведывательного, и всякого разного. Они все поверили в эту концепцию, что если дать Хамасу денег, то он будет вести себя хорошо, и дальше все подгонялось под эту концепцию. Любой ответ, да, и игнорирование сигналов разведки, и там поведение военных, и пятое, и десятое, и вот это вот все. Ну, и не Таньягу, да, несет часть на себе этой ответственности, и люди это прекрасно понимают, и если бы выбор были завтра, он, конечно, премьером бы не стал быть. Сергей, если позволить, еще несколько вопросов вам задам относительно российско-украинской войны. Вот буквально, ну, скоро должна начаться итоговая пресс-конференция Путина, вы как журналист, да, как военный журналист, вот как вы считаете, какой главный... Она уже идет вот в тот момент, когда мы с вами записываем. Уже началась, да. Вот какой главный, вот так начну с этого, какой главный итог, по вашему мнению, этого года российско-украинской войны? Стратегический тупик, вот каков главный итог. К великому сожалению, ваше наступление не увенчалось успехом, да, оно не достигло поставленных целей, и образовалась ситуация... Россияне сразу же практически перешли в свое наступление, ну, вот Авдеевка-Маренко там в основном, да, основные события разворачиваются, и ценой чудовищных потерь они там продвинулись, не знаю, там на сотни метров вперед. То есть ситуация натурально напоминает вот позиционную войну поздних времен Первой мировой войны, когда ни одна из сторон не может предпринять решительных действий для того, чтобы вот прорвать фронт и, как бы, изменить конфигурацию. Не получается ни у вас, ни у них, вот. И не похоже, что получится в ближайшее время, поэтому, как я понимаю, вашему военному и, самое главное, политическому руководству нужно будет пересмотреть концепцию вообще, вот, вот, как бы, что вы хотите дальше, чего вы хотите добиться. Да, у вас нет средств для того, чтобы переломить ход войны, и у России нет тоже чего-то, что не дает им, то есть, или качество живой силы, или там качество техники, или все вместе там, да, все это тоже не дает им совершить какой-то такой решительный рывок и, слава богу, кстати, и изменить ход событий. В итоге война вот переродилась в такую, в общем, позиционную. А Рашид Путин и Кремля, с этим, на что? Прошу прощения, а расчет Путина и Кремля сейчас на что? Тянуть время. Тянуть время, перевести войну, она уже, собственно, перешла в фазу войны на истощение. В войне на истощение истощаются обе стороны, но у России гораздо больше ресурсов, да, пока толстый сохнет, худой сдохнет, как известно, вот, и по МОП-ресурсу они вас превосходят, там, по разным данным, от пяти до семи раз. То есть они могут бесконечно набирать людей, отправлять их на фронт, набирать людей, отправлять их на фронт, набирать людей, отправлять их на фронт. Вот, и в надежде на то, что в Украине кончатся люди, просто воевать никому будет, это раз. Во-вторых, экономически вы тоже очень сильно пострадали, ну, прям, катастрофически сильно, да, у них экономика, там, худо-бедно, криво-косо, но функционирует. Они приспособились за два года, прямо скажем. Те рапорты Путина, которые сейчас будут на прямой линии, там, выросли на 3, там, 10%, там, безработица на низком уровне, там, 5-10, все это чушь собачья, это все, вот, игра с цифрами, как он страшно любит это делать. Но в целом-то война идет не на их территории, война идет на вашей территории, треть вашей территории, или сколько там, четверть оккупированы, да, промышленно развитые районы, сельскохозяйственные районы, все это разрушено, все это не функционирует, и вы очень сильно зависите от помощи Запада. А на Западе выборы в Штатах, скоро выборы в Европе начнутся косяком, там, усталость от войны. Опять же, усталость от войны на Западе, она не экономическая. В экономическом смысле для Запада, вот, вся совокупная помощь Украине за 2 года, вот, для объединенного Запада имеется, это плюнуть и растереть, буквально. Это процент от ВВП, если не меньше. Но наступает такая усталость, как бы, моральная, что ли, да, в том смысле, что на Западе, что же хотят видеть перспективу какую-то, да, к чему это все приведет, или мы так и будем дальше, вот, туда вкладывать деньги, а там ничего не меняется. И в этом смысле, вот, это может образоваться проблема, когда, в конце концов, западные союзники начнут выкручивать вам руки на предмет, давайте уже как-то договариваться. Окей, мы возьмем вас в НАТО, мы возьмем вас там в Европу, например, там продолжим вам помощь, но как-то надо уже договариваться там, потому что вот что-то как-то уже это все затягивает. Поэтому это такой момент опасный очень наступает, и не очень понятно, как из него выходить. Что бы, ваше мнение, может переломить ситуацию? В пользу Украины, конечно. Хороший вопрос. Ну, это могли бы быть быстрые, массированные такие очень поставки вооружений Запада в огромных количествах, то есть тысячи танков, бронемашин, артиллерийских орудий, миллионы единиц боеприпасов и сотни самолетов. Если бы все это поставили в больших количествах, прям в огромных, то был бы совершенно другой расклад. Допустим, вы получили там самолеты и ракеты атакам к началу наступления, ну, соответственно, в начале июня этого года, то это был бы совершенно другой расклад. Но вы их не получили. Тем не менее, вот решились на наступление, и, к сожалению, вот оно не удалось, потому что россияне там год закапывались в землю. Хорошо подготовленную, глубоко эшелонированную оборону, опирающуюся на большое количество войск, прорвать сложно. Ее можно прорвать только ценой больших потерь, как показывает опыт той же Второй мировой, имея большое превосходство, в разы над противником, как это вот делали там советские генералы, собирали войска в кулак, имея там превосходство пять к одному, и вот этим кулаком били в эту немецкую оборону, пока ее не проламывали. Ценой чудовищных потерь. Вы не можете себе позволить чудовищные потери раз, превосходство пять к одному, у вас нет два. Ну и про воздух тут и говорить нечего. Геймченджера нет. То есть, ну как бы нет такого вот чудо-оружия, которое бы вам сейчас дали, атакам, там, не знаю, самолеты какие угодно, там хоть стратегические бомбардировщики, да, Б-52, это не поможет сейчас все. Ну точнее, оно бы оказало влияние на ход событий, но не кардинальное, не стратегическое. Только все в комплексе. Но пока вот что-то не предвидится этого всего. То есть, самолеты-то будут рано или поздно, и там ракеты-атакам сужидали, и так далее, и впечатляюще было применение их сразу. Но все это дается как-то очень дозированно, очень ограниченно. То есть, можно сделать вывод, что как бы исходя из тех результатов наступления летнего, которое произошло, партнеры не сделали выводы? Ну, возможно, нет, а возможно и сделали, кстати. Возможно, это вот в этом и заключается, их стратегия. К чему это все? Вот все эти события, которые происходят сейчас в Соединенных Штатах, да, вот ждем... И также известно о том, что Украина запрашивала новые виды вооружения. Видели вы, наверное, однозначно этот список, и там были истребители, уже шла речь и про F-18, и про вертолеты Apache, и новые системы противовоздушной обороны. Имеется в виду, что, Сергей, если бы не было это все согласовано, неужели бы запрашивала Украина? Потому что обычно так и говорят, что сначала идут какие-то предварительные договоренности, да, потом это все как бы озвучивается, и как бы в публичной плоскости также появляется. Не, ну запрашивать это хорошо все. Я напомню, что ваш министр обороны, предыдущий Резников, летал в Штаты за несколько недель до вторжения и просил там вооружения, да, в частности, стингеры. А ему отказали, кстати. Вот. Их потом передали вам... Одна из балтийских травм вам передала партию этих фингеров, которые тоже там сыграли довольно существенную роль в отражении первого этапа вторжения. Запрашивать-то вы можете все, что угодно. Вопрос дадут, не дадут. Я еще раз говорю, пока в Штатах выбор, вот, то есть целый год, вот эта помощь будет висеть на волоске буквально. Потому что непонятно. Потому что там помощь вам сейчас, это натуральным образом, вот, как бы, предмет торга между республиканцами и демократами. И это большая проблема. Поскольку у вас своего производства нет, да, вы что-то там налаживаете, но прямо скажем, вы очень сильно отстаете от той же России в этом отношении. Это нужно понимать, нужно учитывать. Конечно, вы не можете производить боевые вертолеты или боевые самолеты. Окей, вообще мало стран на планете могут их производить. Но, допустим, дроны производить в каких-то немыслимых количествах, так, чтобы там тучи летали над линией фронта, просто тучи буквально. Чтобы на каждого российского солдата приходилось по два FPV-дрона, такое можно вполне себе позволить. Ну, как-то у вас что-то вот не сильно получается в этом случае. Те же снаряды в подземных там этих бункерах, которые остались со времен Советского Союза. Можно тоже делать. Сергей, скажите, пожалуйста, а может ли иногда эту функцию на себя взять Европа? Ну, вот это... Европа, конечно, там берет на себя функцию, и что-то они там производят и делают. Но еще раз говорю, нельзя делегировать никому свою безопасность. А производство вооружения – это часть концепции безопасности. Нельзя это делать ни в коем случае. Вот как бы это одна из ошибок была. Вы, на мой взгляд, очень понадеялись в свое время на партнеров. Вот партнеры нам все дадут. Потому что мы форпост Европы, мы как бы Европу защищаем, да, мы вот на ее восточных рубежах крепость, а крепость надо укреплять. А это не так? Разумно звучит, да. Да, но в Европе, по всей видимости, на это смотрят как-то по-другому. Ну, а что, как бы крепость справляется, там воюют, да, российские войска в пригородах Варшавы не стоят. Ну и хорошо. А что мы тогда будем сильно много в это вкладываться, когда и так все идет хорошо? А сколько при этом погибнет украинцев, их же, понятное дело, не интересует вовсе. Вот прямо кого совсем. Поэтому это такой момент. Как бы проблема вот Запада в том, что он, ну как сказать, он разобщенный. Да, довольно разобщенный. Как, в общем, бывает всегда в демократии. Да, одна страна за, другая против. Внутри одной страны там такие лагеря, сетки лагеря. Даже в той же Польше, например, нет никакого единства по поводу помощи Украине. Да, хотя, казалось бы, ваш ближайший союзник и сосед и так далее. А у Пыри-то объединяются вот так. Вон Россия, Иран, Северная Корея. Все, как вот сжатый кулак. Такие бум. В одну кучу слились. Потому что там нужно договориться трем человеком. Трем. В демократии нужно договариваться с огромным количеством людей. А там Хаминаир и Си, Путин и Кимкины прекрасно договорились между собой. И все. И отлично, так сказать, сотрудничали. И в этом смысле демократии всегда проигрывают. Диктатура. Хорошо, Сергей. Будем следить за тем, как будут развиваться события. Конечно же, будем анализировать. Я благодарю вас за все ваши интересные ответы. Спасибо вам большое за то, что вы нашли и уделили внимание нашим зрителям. Друзья, я також дякую за увагу и вам. Подписывайтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свои коментарии. Залишайте свои запитания. И мы обязательно будем оставить их нашим шановым спикерам. Еще раз всем дякую за увагу. Всего наикращего. И до наступных встреч. Сергей, еще раз дякую. Чекаю на своего всех тем. До свидания.